С вами наказанные новости доты. Valve забанили 6 профессиональных команд. Сумаил судится с ЕГЭ по обвинению из 11 пунктов. Президент Украины забанил Хилл Рейзерс и спонсоров Бейт. Рамзас снова играет с Солочем. Помнишь, раньше у меня была рубрика суд Марфа? Я брал громкие скандалы вроде трансфера Зайца из Нави и рассказывал, что было бы дойди это дело до суда. Что ж, похоже, первое крупное дело с участием доттеров наконец попало в суд. Причем не в наш, а в американский. Никто иной, как легендарный Сумаил подал иск на свою бывшую организацию Evil Geniuses. Справа приводится список обвинений. Тут и нарушения контракта, и мошенничество, и нечестные практики ведения бизнеса. В целом аж 11 пунктов. Причем замечу, что информация всплыла лишь на днях благодаря Ричарду Льюису. Однако судебные тяжбы начались еще полтора года назад. Если вкратце, то на пике карьеры Сумаилу предложили акции ЕГЭ, чтобы оставить его в организации. Это было в далеком 2016-м. А в 2019-м, после топ-6 Инта, Сумаила отправляют в запас на довольно жестких условиях. Зарплата понижается с 20 тысяч долларов в месяц до двух, а игроку запрещается выступать за любые команды за исключением квалификаций к мейджору. На то время системы ЛИК еще не было, а за полгода провели всего один мажор. Нарушение контракта солило штрафом в 125 тысяч долларов, так что Сумаила буквально вынудили уйти в АФК на полгода. Чтобы освободиться из-под гнета ЕГЭ, от Сумаила потребовали продать все акции компании. Причем условия продажи были, мягко говоря, неоптимальными. 300 тысяч баксов сразу и еще 700 тысяч после завершения карьеры. Дело в том, что до завершения карьеры Сумаила пройдет еще очень много времени, на протяжении которого акции росли бы в цене и приносили Сумаилу дивиденды. Однако его заставляли продать акции уже сейчас, то есть все плюшки получали бы ЕГЭ. При этом Орга еще и огромную отсрочку платежа себе обеспечила. Таким образом, суть иска сводится к тому, что наивного и неопытного Сумаила обвели вокруг пальца. Он не получил ничего со своих акций, а потом был вынужден их продать под давлением на невыгодных условиях. За это адвокаты Сумаила требуют возмещения потерь, а также прочих материальных компенсаций. ЕГЭ все обвинения отрицают. Рассмотрение дела уже несколько раз переносилось по разным причинам, однако сейчас известна дата заседания суда присяжных – 26 июня этого года. Что же, поглядим, сможет ли Дотер победить корпорацию злых гениев по закону. Вообще, я должен сказать, вокруг ЕГЭ в последнее время разразилась целая серия громких скандалов. Вон, Риот в их отношении даже расследования проводят из-за ситуации с Лоллером, которого заставляли выступать во вред собственному здоровью. Поговаривают, что это все из-за неопытных управленцев, которых понаставило руководство корпорации ПИК-6. Они выкупили ЕГЭ в 2019-м, и с тех пор Орга в основном движется вниз по наклонной. Знаешь, попахивает темной историей ЕГЭ. Как-нибудь обязательно расскажу. Valve объявили о старте полномасштабной весенней распродажи игр в Стиме. Как обычно, Габен дает скидки на разные хитовые новинки. Например, по 20% на Warhammer, RimWorld и эпичный Стрейс Котиком. Также вот самый последний хитман почти за полцены. Ну и, конечно, куда же без массы игрушек со скидками от 50 до целых 90%. И если тебе что-то приглянулось, то советую поспешить. Мега распродажа закончится буквально на днях, 23 марта. Если же на твоем кошельке Стима пусто, то не расстраивайся, это решается за минуту. Залетаешь на Steam Balance по ссылочке в описании, указываешь логин Стима, сумму пополнения и оплачиваешь с российской карты Kiwi или U-Money. Представь себе на этом все. Средства поступят на счет моментально, и ты сразу же сможешь купить любую игру на распродаже. Steam Balance это сервис, проверенный временем и огромным количеством моих зрителей. Да и почти 3000 отзывов говорят сами за себя. А еще на Steam Balance очень удобно смотреть актуальные игры по скидке. Заходишь в соответствующий раздел, сортируешь как тебе удобно, а когда увидишь что-то интересное, тут же пополняешь Steam на нужную сумму и приступаешь. В общем, чего ты ждешь? Бегом по ссылочке в описании, пополняй Steam и затаривайся офигенными играми с мега скидкой. Ну что, все составы закреплены на сайте Доты. Давай же узнаем, чем закончился недавний решафл. Ice 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 наконец нашел команду и вместе с диджеем из распавшихся Fnatic присоединился к Bleed eSports. Bleed, напомню, шестое место в азиатской DPC заняли, так что их смена состава была предсказуемой. Помимо Ice Ice Ice, в доту опять камбэкнул легендарный Burning. Перед прошлым сезоном он пытался пройти открытую квалу с парнями из Академии Астер, но тогда не пошло. Сейчас же все мега серьезно. В его новой команде Falling Faint числятся именитые Old Eleven и CTY. В общем-то, дед собрал других дедов, а также добавил парочку молодых и теперь рвется в бой через открытые квалы. Не обошлась без замены главная команда Китая LGD. Вместо пропустившего мейджера оффлейнера с ником из иероглифов, в команду был взят малазиец Зил. Воу, не знал, что отечественный автопром поставляет еще и оффлейнеров в Китай. От Азии быстренько перемещаемся в Америку. Здесь ключевых изменений два. Бейт объявили, что берут состав болгарина Николая Калчева под ником Стаманин. Напомню, что ранее он играл за Брейм и Альянс. И знаешь, данная замена выглядит вполне адекватно. Подозреваю, что даже если Николай и не говорит идеально по-русски, то многое из речи он понимает. По скилу, по крайней мере в данном ростере, к нему, думаю, вопросов быть не должно. В остальном состав Дэнди и Фанника остался без изменений и продолжит выступать в Северной Америке. Ну и вторая новость из данного региона. Санлайт снова вернулся в строй. На этот раз в составе Докчемп, как раз отобравшийся в первый дивизион. Ну ты понял, Докчемп это типа Пакчемп, только с песиками. В нашем регионе, конечно же, тоже не обошлось без серьезных перемен. Virtus.pro кикнули или, как они выразились, отправили в запас Крылата и Дукалиса. По словам менеджера, это связано не с внутренними проблемами, а с тем, что на их позиции нашлись исполнители посильнее. И знаешь, кого они взяли на место Крылата и Дукалиса? Внимание на экран. Фангей Киритыч теперь играет за Virtus.pro. Если же тебе этот фрагмент показался каким-то странным или недоделанным, то не спеши с критикой. На самом деле, я бы хотел похвалить ВП за этот ролик. Ведь в нем были спародированы типичные анонсы от киберспортивных команд. Участвовать в типичном видео с анонсом новых игроков надоедает. Они же все одинаковые. Крупный план рук, лиричная музыка, футболка с логотипом клуба. И как будто непонятно, кто говорит, если не показывать лица. А потом 100% впустят на резку хайлайтов. Типа я всегда идеально играю. В общем, ставлю лайк за идею и ее реализацию. Что удивительно, от данного анонса практически дотла сгорел менеджер Team Spirit Корбан. Он назвал авторов ролика творческими импотентами, которые подчистую скопировали видос самих Spirit годичной давности. Воу, ну давай посмотрим, что же там было такого в оригинале у Spirit. Поехали! Команда стоит исключительно клином. Теперь на фоне хайлайтов делаем пафосные жесты. Вот так! Неоправданные движения камеры! И цветной дым! О, пусть дым будет в слоу-мо! Ну, не знаю, а где там вообще прямое копирование? Да, идея съемки в пародийном стиле, безусловно, та же. Но разве это Spirit ее первыми реализовали в киберспорте? И даже если предположить, что это реально новаторская разработка Spirit, то важна ведь в первую очередь реализация. Иначе получится так, что авторы самих Spirit это творческие импотенты. Ну а что? Их квиз это копия моего Дота 2 миллионера. Командные влоги до них снимали десятки организаций. А угадывание написанного на бумажке у себя на лбу на каждой стримхате делалось, причем по нескольку раз. Понятное дело, я сейчас утрирую, но мысль, думаю, понятна. Как по мне, с реализацией в анонсе все отлично, и за это они красавчики. Однако, давай попробуем немного отойти от медийки и посмотрим, а что произошло с командой. FNG и Киритич лучше исполнители, чем Крылат и Дукалис? Ну, фиг знает, на первый взгляд разница не так заметна. Да, FNG олдскульный капитан, но в этой роли он добивался последний раз успехов аж в далеком 2015. В общем, я бы сказал, решение о заменах выглядит как-то странно, но окей, менеджменту должно быть виднее. Немига, несмотря на уход Киритича в ВП и провал на ДПС, не стала распадаться. Парни взяли Виолента из Сигмы и будут катать во втором диве. Идем дальше, Спирит и Бэтбум остались без изменений. Кстати, тут Фишман в интервью проговорился, что абсолютно все бэтбумовцы заболели на мажоре по очереди. До этого я слышал, что только у Пьюра были какие-то проблемы, но теперь-то все понятно. Как говорится, тайна произошедшего с ребятами в Перу раскрыта. Главной же сенсацией решафлов в нашем регионе стал приход Рамзеса в Хеллрейзерс. Анонс этого события выглядел вот так. Ой, куда там ВП с их минутным пародийным роликом? Давайте мы просто возьмем древний мем и за минуту прифотошопим на него лица наших игроков. Походу все бюджеты ушли на ЗП Рамзесу, а анонс пришлось рисовать на эфиру в пейнте. Впрочем, ладно, главное же как они играть будут, правда? Что ж, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Слово корреспонденту Хакоди. Если он захочет, он может играть на тире 1 сцене, но как будто он просто не хочет, знаешь, как он раньше отдавался игре, когда он был молодой. Мы кайфуют от игры самой, да, но он не столько уже времени вкладывает, сколько раньше. До этого ты более углублялся в игру, а сейчас он не сильно прям углубляется. И поэтому в некоторых моментах он где-то подсадает. Ну а ты что думаешь, заиграют ли Сол и Рамзес в таком составе? Пиши в комментариях. Окончательный состав Дарксайд теперь выглядит вот так. Чисто на вскидку, отличный кандидат на второй дивизион. Про новых Na'Vi, это который бывший Пакчемп, я уже детально рассказывал вот в этом ролике. Правда, на днях они выдали еще один анонс, который стоит упомянуть. Бывший аналитик Team Spirit Sword Art, покинувший стан драконов буквально неделю назад, стал главным тренером Na'Vi. Ну и раз уж я вспомнил, я тут недавно наткнулся на интересную инфу о Мелоди, которую, думаю, тебе стоило бы знать. Передаю слово корреспондентам Хакоди и Дурачьё. Обождите, Na'Vi что? Опять набирают игроков с типажом АФК в тарелку. Надеюсь, мы с Хакоди ошибаемся, и в команде Мелоди выдает просто какой-то нереальный импакт. Еще, думаю, стоит рассказать о его бывших тиммейтах по Na'Vi. Сведен Стронг и Лейси решили собрать вот такой микс, который выступит под тегом Пакчемп на открытой квале в Западной Европе. Чую, если пройдут во второй дивизион и проявят себя, то их переименуют в Na'Vi EU. Хотя шансы на это, мягко говоря, небольшие. Тем более, что сейчас во втором дивизионе Европы будут играть обновленные Team Secret. После неудачи в прошлом сезоне, они быстренько кикнули Зайца и Резолюшена. По словам людей, знакомых с ситуацией, эта парочка активно отмечала Новый Год и не тренировалась. В результате чего, собственно, Сикреты провалили DPC сезон. Были неформы, Миндер, Кэрри. Да все позиции плохо у них играли, вот и вылетели. Новый Год довольно долго отмечали. Ребята с Гориги в начале года в Доту не заходили. И если в контексте сказанного кик Зайца и Резоля выглядит логичным, то вот кого Пупей взял им на замену, теперь в Team Secret играют Армел и Ямич, причем посредственный Бум свое место в команде сохранил. И поверь, не только я был не впечатлен игрой Бума на миде. Вот, например, слова ГПК, которые практически прямо называют его слабым и провальным. Короче говоря, что-то явно Пупей перемудрил с решафлами. Я очень удивлюсь, если этот состав сработает. А вот OG наоборот решились на довольно мягкие изменения. Тренер Чуваш стал игроком основы, а Миша занял освободившийся пост тренера. Напомню, что Чуваш уже пару раз заменял Мишу в прошлом году, когда у того возникали проблемы с документами. OG даже взяли первое место на ЕСЛ в Малайзии таким составом. В общем, рокировка вполне имеет место быть. Посмотрим, что из этого выйдет. И еще, олдовый состав OG таки остался на плаву, несмотря на завершение карьеры Нотейла. К Себу, Наувану и Топсону присоединились Резолюшн и Китрак. Выглядит, конечно, странно, ну да ладно, пускай развлекаются. Парни планируют пробиваться во второй дивизион через открытые квалы. Valve потребовался целый DPC сезон и наглый слив матчей прямо на мажоре, чтобы наконец забанить команду Найтс. Однако отдам должное Габену. Мало кто ожидал, что бан Найтс станет лишь началом грандиозной операции по чистке про-сцены. Операции столь масштабные, что в бан улетела чуть ли не половина высшей лиги Китая. А организация-финалист самого первого интернешнала объявила об уходе из доты. Но давай обо всем по порядку. Примерно неделю назад в китайской соцсети Weibo опубликуется вот такое заявление. Цитирую. Perfect World Gaming и Valve приняли совместное решение о бане ниже перечисленных игроков за нарушение принципов честной игры. Все они получают бан на турнирах под эгидой Valve и Perfect World. После этого идет не особо отсортированный список аж из 48 никнеймов. Впрочем, не переживай, я выделил наиболее интересных ребят из этой мешанины. Итак, для начала в бан улетели полные составы Найтс и Йоу. На секундочку, обе команды на мейджоре выступали. Также бан получили почти все игроки Доунгейминг, они в первом диве катали. Итого, три из восьми команд высшей лиги Китая были, можно сказать, удалены. Второй дивизион Китая тоже не избежал наказания. Большинство игроков ЛБЗС и Мистик оказались в списке забаненных. Плюс бан получила одна из команд второго дивизиона Юго-Восточной Азии. Все остальные имена из списка не представляют интереса. Это ноунеймы, игравшие на азиатских тир-4 турнирах в командах, собиравшихся под 3-2-2. Примечательно, что сроки бана разнятся. Примерно половина списка улетела в пермач, остальные же отсидят год или два. Взять тех же и Хоум. МКС забанен навсегда. Вот эта троица получила 2 года, а Сяо Ю всего год. По слухам, 1-2 года получили те, кто сидел рядом и просто закрывал глаза на все происходящее. Либо же те, кто помогал разоблачать мошенников и раскрывал всю эту схему. Отдельного обсуждения заслуживает причина бана. Valve лишь обозначили общую формулировку нарушения принципов нечестной игры и больше никаких деталей. Из этого я делаю вывод, что кого-то из списка банили за 3-2-2, кого-то за читы, а кого-то и за то, и за другое. Я в частности убежден, что гении Вардинга Найтс в начале лиги читырили в наглую, а вот когда их начали подозревать, то стали действовать более скрытно и читырили другим способом, например, через купленного обсервера. Вероятнее всего, именно поэтому их и не забанило вместе с 40 тысячами читерских аков. Valve же приманку ввели всего за 2 недели до волны банов, это февраль, а скандал с Найтс был еще и в начале января. Кстати, я же обещал извиниться, если Найтс приедут на лан и докажут на деле, чего стоит. Так вот у меня вопрос, а готовы ли те, кто назвал меня желтой прессой и распространителем фейков, извиниться и признать свою неправоту? Я что-то очень сомневаюсь. Впрочем, не будем отклоняться от темы, давай обсудим последствия банов. Во-первых, из-за столь массовых удалений с лиги, целых 6 китайских коллективов попадут во второй дивизион через открытые квалификации. При этом Астер Эрис, вылетевший во второй дивизион с седьмого места, на самом деле туда не вылетят и останутся в высшей лиге. Попали в элиту и Аутсайдерс Фром Чайна, занявшие третье место во втором дивизионе. По-хорошему, после такого надо забирать слоты у китайских команд на мейджорах, но их региону и так очень непросто. 180 DPC очков безвозвратно утрачены, а на первом мейджоре коллективы из Поднебесной смогли добыть лишь 100 очков на всех. Впрочем, главным последствием банов стал уход из доты организации, выступавшим в гранд-финале самого первого интернешнала. Да, только настоящие олды помнят, что тогда против Na'Vi в финале сражались E-Home. Вскоре после публикации списка банов, в котором значатся все 5 игроков E-Home, организация объявила о перманентном уходе из доты. В обращении к фанатам владелец пояснил, что еще в 2020-м права на тег продали LGD еще одной крупной компании. Однако из-за ковида контракт оборвался и E-Home встали на пороги закрытия. Тогда другая орга под названием Unity Gaming выкупила их слот DPC. Проблема в том, что когда на сайте регистрации команд E-Home стали Unity, то и все их шмотки с подписью E-Home автоматически переподписались как Unity. Организацию это абсолютно не устраивало, получается всю их многолетнюю историю просто взяли и в один момент стерли. Тогда E-Home решили пойти на уступки и разрешили оргии Unity выступать под своим тегом. Таким образом, имя E-Home вернулось на все шмотки и осталось в клиенте доты. В действительности же, кроме названия, E-Home и Unity ничего не связывало. Владелец пишет, что сожалеет об этом решении и ему жаль, что приходится заканчивать историю такого легендарного тега на столь негативной ноте. Однако с этим уже ничего не поделать и E-Home в доте мы больше не увидим. И пока мы не ушли от темы, я хотел бы поднять один важный глобальный вопрос. А что вообще будет с дотой в Китае? У них и до банов-то играть было некому, а общая сила региона значительно снизилась. Мне лично кажется, они к былым позициям уже вернуться никогда не смогут. И вообще, не исключаю вариант, что они станут второй Северной Америкой, где две лучшие команды катаются по мажорам, а дальше... дальше просто пропасть. Ну а ты что думаешь по поводу всей этой ситуации? Как обычно, пиши в комментариях. Не только Valve отметились сенсационными банами на этой неделе. И представь себе, я даже сейчас не про бан Никса на Твиче. Я проснулся, тут банчик прилетел. Конкретики пока никакой нет. Недельку я буду без стримов. Никс этот бан быстро обжаловал и снял. Но совпадение, конечно, смешное. Человек, который постоянно говорил о 3-2-2 от китайцев, отлетел практически на следующий день после бана этих китайцев. Походу, ставочная мафия отомстила не иначе. Ладно, шутки в сторону. У нас тут вообще-то президент Украины забанил целый ряд компаний, связанных с киберспортом, на 50 лет. Точнее как, список компаний, попавших под запрет, составлял Совет национальной безопасности и обороны Украины. А Зеленский его подписал и привел в действие. Большинство из этого списка это букмекеры, казино, лотереи и прочий скам. Однако вот тебе, например, бан кипрского юридического лица Hellraisers. Как видишь, речь о блокировке актива в полном запрете финансовых операций и даже запрете использования электронных коммуникационных сетей, то есть интернета. Кроме того, в списке забаненных внезапно оказались Vplay Media. Регистрация по документам у них тоже на Кипре. Список запрещающих мер в отношении компаний, такой же как и в отношении Hellraiser. Стоит отметить, что и Ашеры, и Vplay заявили, что забанили на самом деле совсем не их. Например, по словам Vplay, юрлицо Vplay Media Holding, кажется, с 2019 года не имеет отношения к их компании Vplay eSports. Тут уж я не знаю, ребят. Хотите, верьте этим словам, хотите, нет. Я не юрист, да и желания копаться в документах украинских или кипрских компаний, нет. К слову, главный спонсор мейнкаста GGBet также оказался в указе Зеленского. Однако, как ответили в мейнкасте, это чисто российское юрлицо, с которым уже давным-давно не работают, как и с указанным вот здесь сайтом. Отмечу, что это, похоже, соответствует действительности. Ссылки с мейнкаста ведут на сайт в домене Bet, а за Реган он на кипрскую компанию, которой нет в списке забаненных. Однако не спеши писать в комментах, что, мол, эти баны ни на что не повлияют. Во-первых, о финансовом кризисе уже объявила команда Dendy. Легендарный мидер написал, что из-за полной и внезапной остановки деятельности их титульного спонсора париматч, бейт находится в критической ситуации. Во-вторых, указ Зеленского может коснуться вообще всех игроков с украинским паспортом. А это, например, несколько ребят из OG и Team Spirit. Смотри, в списке забаненных числится фирма Stom. Это юридическое лицо компании Bad Boom. А теперь вспоминаем, что Bad Boom организует целую кучу турниров, а если уж говорить про освещение, то там, по-моему, практически все за ними. И я вот лично переживаю, как бы с украинцев не спросили за взаимодействие с организацией, запрещенной самим президентом. Что ж, надеюсь, я ошибаюсь, и указ Зеленского никак не повлияет на организации с украинцами в составе. Раз уж я сегодня так много говорил о забаненных в других странах, пару слов стоит сказать и о читаке из России. Думаю, многие из вас вспомнят мой ролик о Sensibility, творившем реально жесткие вещи. Так вот, на днях со мной связался подписчик под ником Бобруха, который твердо намерен наказать его по закону. Помню, этот Бобруха на прудоте сидел чуть ли не с ее основания, даже для Рухаба что-то комментировал. В общем, он уже собрал достаточно доказательств от нескольких жертв Sensibility для заведения дела. Естественно, чем больше пруфов и свидетельств, тем сложнее будет избежать наказания. Поэтому, если ты стал жертвой развода Sensibility любого характера, и у тебя есть хоть какие-то доказательства, то я в закрепленном комментарии оставил контакты для связи. Обращаю внимание, с Бобруха я не знаком лично и не могу гарантировать, что он тебе как-то поможет. Так что, если сомневаешься, то можешь вначале написать с фейка, пообщаться или отправить какие-то скриншоты с замазанными личными данными. В общем, соблюдай предосторожности. Если все получится, то Sensibility больше не сможет проворачивать свои грязные делишки на дота-сцене. Факт дня. Рамзес заявил на стриме, что ни одна СНГ-организация, кроме Team Spirit, не платит своим игрокам более 5000 долларов в месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова